И устанавливаем головку. Рецепт готов. Все, головка стоит на месте. Сразу одел на место патрубок, которые вначале забыл снять, когда начал головку снимать. Беру болты. Резьбу на болтах маслом моторным смазал. Вставляю болты на место, сразу с шайбами. Сначала от руки подворачиваю. Головка на 13, я уже говорил. Берем. 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 Зат palabra шайб. Берем. Можно догружаться. всего два сантиметра два с копейками но усилие интересное здесь надо в три этапа в четыре этапа затягивать первый этап 20 ньютонов метров второй этап 45 ньютонов метров третий этап доворот на 90 градусов и четвертый этап опять доворот на 90 градусов беру динамо ну думаю после 20 ждать особо не стоит поэтому ставлю 45 поставил 45 ньютонов метров динамо блюдо блюдо лимон блюдо блюдо Вот, а теперь жду 10 минут. Жду 10 минут и доворачиваю на 90 градусов. Ну и пока жду, чтобы время не терять. Свечи вкручу. Затягиваю свечи, одеваю пока хомуты, но такое, что там особо и не требует внимания. Не знаю, сколько я выдержу затяжку по мануалу, но будем пробовать. Почувствую, если рукой что мне не нравится, тянуть не буду. Ставлю ключ. Вот у нас ключ. Вот так вот должен на меня смотреть 90 градусов. Доворачиваю. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Десять. Первый раз на 90 докрутил. Одеваю пока кожух одел. Вот такое, дальше собираю. Наживляю, наживляю, но пока не притягиваю. Как головку протяну, после этого уже протяну этот кронштейн, потому что он у нас крепится совместно на головку и на блок. Десять минут прошло, протягиваю на третий раз, вернее протягиваю уже четвертый раз. И опять доворот на 90 градусов. Довернул. 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 Рецепт. 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 Все как написано, так и сделал. 20 ньютонно-метров, 45 ньютонно-метров, 90 градусов и еще раз 90 градусов боялся что не получится нет получилось ладно подключаю проводку яблок КОНЕЦ И трос газа я тоже одел. Ставлю клапанную крышку. Поторопился с клапанной крышкой, говорю, вставить. Ставлю трубку щупа и ставлю здесь кронштейн и держатель крышки. Крышки это не было. Трубка щупа. Вот оно, резиновое колечко снизу, новое поставил. Обезжириваю вот этот вкладыш. Сюда он остановится. Смазываю его герметиком. Наношу герметик. Тонким слоем. Размажу сейчас его. И столы. Также тонким слоем смазываю прокладку. Прокладку тоже смазал. На уголках герметика добавил чуть побольше. Для любителей, кто промывает димексидом, крышка внутри. Крашеных частей нет. Вставляю болты и протягиваю. Клапанную крышку я протянул. Поставил также кронштейны под декоративную крышку. Показывать это уже не показывал. Там по два болта сзади прикрутил. Ставлю на место вентиляцию. Одеваю вентиляцию на крышку. Продолжение следует. Продолжение следует. Патрубок с расширителя я одел, сзади разъем на датчик одел. Разъем на датчик положения распредвала и теперь можно ставить катушку. Ставлю катушку. Так, здесь торопился. Вентиляция над проводами проходит неудобно. Одеваю разъем. Защелкнулся. Ставлю генератор. Ставлю генератор. Ставлю генератор. Ставлю генератор. Ставлю генератора. Ставлю генератор. Ставлю генератор. Ну, генератор я нижний болт наживил, пока его не подтягиваю, потому что у нас нижний болт вкручивается еще вот в этот кронштейн обводного ролика. Теперь мы ставим на место ремень ГРЫ, метки, как я и показывал, и снизу, и сверху у нас выставлены, сейчас еще продублирую. Все, ремешок одет. Беру, подтягиваю ролик. Здесь сильно тянуть не надо, можно вот через кронштейн выбрать свободный ход. Вот, достаточно так вот повернуть, видно, что свободный ход выбран. Сильно перетягивать не надо, иначе заводит ролик. В ходе при перетяжке ремня есть своеобразный шум. Вот так вот подтягиваем, чтобы у нас передняя стенка ремня не звенела, ну, была подтянута. И затягиваем ключом на 13 оба болта. Все. Ремешок натянут. Проверяем метки. Вот так вот, если метку видно, стоит. И здесь у нас метка стоит. Теперь ставим пластиковые крышки. Нижняя у нас его двумя болтами крепится. Вот так вот. Верхняя у нас тоже двумя болтами крепится. Притягиваю крышку. Крышки притянул. Теперь ставлю натяжной ролик на место. Головка на 13, нижний болт натяжного ролика, то есть обводного ролика кронштейна в одно. Нижний болт кронштейна обводного ролика, головка на 13. Корпус пока не ставлю. Подключаю проводку на генераторе. Рока. Смотрите продолжение в следующей серии. Теперь поднимаю автомобиль, сливаю масло и ставлю ремни. Ставлю на место шкив. Нажимаем на пятую передачу, то есть включаем пятую передачу, нажимаем тормоз и затягиваем. Также взял тоже себе в виде ремня фиксатор, чтобы откручивать или затягивать подобного плана шкивы. Сейчас покажу как он работает. Вот такой вот ремень GTC-1901. Принцип удавки. Так, у нас в эту сторону вот так и делаем, накидываем его на шкив. Берем головку на 19. Вот, это и все. Шкив затянут. Удобно. Даже если ремень порвался, его можно переклепать и поставить новый. Одеваю ремень гидроусилителя, но перед этим накину ремень генератора. Ремень накинул, установлю более точнее и натяну уже сверху, а гидроусилитель одеваю и проворачиваю. Все надел. Натягиваю. Все, ремешок подтянул. Теперь контрагаю гайку. Здесь еще, сзади я показывал, есть второй болт. Тоже подтягиваем. Ну и пока ставил ремни, масло у меня, стекло. Закрываю пробку и опускаю автомобиль. Опускаю. Еще не опускаю. Мне еще две вещи сделать. Надо мне прикрутить штаны и сзади кронштейн. Резьбу на штанах я смазал. Мягко откручиваем. Ставлю в прокладку. Затягиваю. Затягиваю. Кронштейн, про который я говорил, вот он сзади открученный. У нас он поддерживает впускной коллектор. Два болта сверху, головка на 13 и один на блоке. Наживляю и затягиваю. Все, ремень генератора установлен. Отпускаем натяжитель. Убираю сверло, которым я его фиксировал. Очень забавно получилось. Сверло отломалось хрупкое. Магнит поможет. Лучше всего использовать штифты. Но сверло старое было, не жалко. Ремешок натянут. Ставлю корпус воздушного фильтра. Вот этот болт у меня плохо выкручивался. Резьбу смажу здесь. Фильтр. АФ-1603. Труль и трубы. Great. Продолжение следует... 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 Ну все, проработал у меня автомобиль Где-то в среднем полтора, наверное Вентилятор включается Охлаждается Никаких подтеков нет Никуда не давит Антифриз выставил по уровню Компенсатор стучать перестал Наполнился Двигатель работает ровненько Без всяких потряхиваний На этом все Замену прокладки я закончил Всего вам доброго